Но проблем у вооруженных сил Украины в Авдеевке, у проблем, есть еще и другая причина, нехватка оружия и главное боеприпасов, в основном артиллерийских снарядов, поставки которых замедлились или даже остановились по каким-то позициям из-за неспособности американского конгресса принять закон о выделении 60 миллиардов долларов военной и финансовой помощи Украине. Эта тема стала абсолютно ключевой, она просто решающая во многих смыслах. Если бы американцы вовремя эту помощь выдали в конце прошлого года, то я думаю Авдеевку россияне не смогли бы взять. Не получилось бы у них, потому что любое российское наступление, если не было даже дронов, оно останавливалось двумя-тремя кассетными боеприпасами. Прилетает два кассетных боеприпаса, все, местной штурм заканчивается. Не могут они наступать при активном противодействии артиллерии, вооруженной кассетниками. А когда закончились эти кассетники, ну тогда россияне пошли вперед под прикрытием тумана. Собственно вот и все, тут нет никаких особенных каких-то секретов или какой-то невероятно гениального замысла российского командования. Просто им повезло в этом смысле. И мне тема возобновления американской помощи Украине кажется ключевой просто, во многих смыслах решающей даже. Для будущего не только Украины или Америки, для будущего всего мира. Смотрите в чем штука. На пути принятия закона о выделении денег Украине просто стеной встала значительная часть республиканской партии, во главе которой находится Дональд Трамп. На мой взгляд это абсолютно уникальное, поразительное явление в современной американской истории. Потому что если вы посмотрите на любые выборы в любой период времени, что интересует американского избирателя? Какие-то, ну обычно, повышение и сокращение налогов, развитие экономики, борьба с преступностью, важная тема, борьба с нелегальной миграцией, вопросы торговли с Китаем, с Европой, с арабским миром, строительство инфраструктуры, то есть новые порты, мосты, дороги и так далее. Система здравоохранения, которая в Америке постоянно пытаются реформировать, но она все время начинает жрать все больше и больше денег. То есть она очень дорогая, хотя она, конечно, там медицина в Америке хорошая, но она ультрадорогая. Система социального обеспечения тоже ее хотят, то увеличить, то уменьшить. Ну в общем, есть о чем поговорить, насчет кучи есть дел в самой Америке, полно всего проблем. Но, и, соответственно, в конце концов, однополые браки, аборты, тоже очень серьезные, традиционные, важные для американцев темы, копья там ломаются постоянно на эти две темы. Ну и оппозиционная партия всегда, идя на выборы, предлагает людям какое-то решение по всем этим вопросам, убеждает своих сограждан, что вот сейчас мы к власти придем и у вас все наладится. И в области экономики, и в миграции, с преступностью, с абортами, со всем-все-всем. Но, в нынешней ситуации, республиканскую партию, которая находится как бы в оппозиции, не интересует вообще ничего, никакие американские, никакие международные проблемы. У них нет никакой собственной повестки дня или планов чего-либо сделать в Америке, кроме одного плана. Они хотят любой ценой сорвать финансирование американской помощи Украине. То есть, вот, их не интересуют ни аборты, ни, блин, не знаю, там, преступность, ни налоги, ни экономика, ничего им не интересно. Их интересно только одно, сломать, потопить законопроект о выделении денег Украине. Это удивительно, я такого никогда, даже ничего подобного никогда в жизни не видел. Трамп и большая часть республиканской партии плевать, просто хотели на традиционную повестку, их вот только одно забудет. И не дают, знаете, выделить деньги Украине под любым предлогом. Вот, знаете, сначала даже пытались прикрываться, говорили, нам нужен закон по борьбе с нелегальной эмиграцией, у нас там на границе большие проблемы. Окей, хорошо. И сказали, вот, когда мы примем такой закон, тогда и денег Украине дадим. Почему эмиграция? Ну, выбрана была республиканцам, потому что считалось, что невозможно найти компромиссы по этому вопросу. Позиции республиканцев и демократов были абсолютно дементрально противоположны и не могли никогда не договориться. Но демократы сказали, ладно, мы идем на компромисс, давайте напишем законопроект, который вам нравится. И практически все предложения республиканцев по эмиграции они в этом законопроекте приняли. Законопроект получился жесткий, просто беспрецедентно жесткий. Все пожелания республиканцев в нем были учтены. И авторы этого законопроекта от республиканской партии, потому что писали его не демократы, его писали демократы и республиканцы вместе. И вот авторы от республиканской партии, очень консервативные мужики, сенаторы, они были очень довольны своей работой. Они считали, что вот мы согнули в бараний рог этих демократов, теперь вот смотрите, какой замечательный законопроект мы придумали. Победой свыше профсоюз американских пограничников и таможенников выступил, просто обливался слезами радости, когда прочитал этот законопроект. Говорит, прекрасный, феноменальный, давайте, давайте, скорее принимайте, нам он очень поможет работать, идеальный законопроект. И когда стало ясно, что вот он, законопроект есть, всем он нравится, он прекрасный и хороший, и вот он компромисс достигнут, Трамп вышел, сказал, не-не-не, этот законопроект мне не нравится, не годится он, почему не годится, а потому, не хочу и все. И, соответственно, республиканская партия, часть про-трамповской республиканской партии проголосовала против этого законопроекта. Окей, тогда сказал демократ, давайте попробуем принять помощь Украине без привязки к эмиграции. И даже сенаторы проголосовали за, почему? Потому что в этом же законопроекте была помощь Израилю. А помощь Израилю, как бы, Израилю, особенно во время войны, сейчас вы знаете, Израиль воюет, считается в Америке, ну, в общем, такой типа, священной коровой, что нельзя-ка отказывать Израилю в помощи, когда он в ней нуждается, почему нуждается сильно. И Сенат проголосовал за этот законопроект, но потом, после Сената, этот законопроект поступает в Конгресс, то есть в Нижнюю Палату Конгресса, в Палату Представителей, и там спикер этой палаты, трампист Майк Джонсон говорит, а я против, а я не хочу, мне не нравится законопроект. Он говорит, без решения иммиграционных проблем мы голосовать за этот законопроект. Я его не буду выставлять на голосование этот законопроект. Ему говорят, слушай, ты же сам только что отказался иммиграционный законопроект рассматривать. Он такой, ну да, отказался, а не хочу, вот так не хочу и все. Ни того не хочу делать, ни сего не хочу делать, отстаньте от меня. Никакой логики в этом даже нет, они уже просто в конце говорят, просто не хотим и все. О масштабе ненависти Трампа и его людей к Украине говорит еще один факт. Они готовы сорвать военную помощь Израилю, лишь бы только не помогать Украине. Потому что в этот законопроект, как я сказал, там включена и военная помощь Израилю тоже. Это единый один документ, там Израилю, Украине и Тайване еще помогает Америка. Ну, на словах республиканцы, они, конечно, полностью за Израиль, но на деле они не готовы даже Израилю помочь, если одновременно будет оказана помощь и Украине тоже. Это, конечно, поразительно, потому что израильское лобби, которое считается в Америке очень влиятельным, особенно в Вашингтоне влиятельным, даже это израильское лобби сейчас на данный момент не может переубедить и заставить проголосовать республиканцев за законопроект. Это при том, что Израиль сейчас воюет и очень нуждается в американской помощи. В общем, глядя на все это, я уже не сомневаюсь. Трамп и его люди просто так ненавидят Украину. Точнее, не просто так ненавидят Украину, а по причине. Поскольку доверенное лицо Трампа, журналист или, скорее, обозреватель его, правильно сказать, Такер Карлсон только что был в Москве, он там встречался с Путином, то, в общем, понятно, что причина вот этой ненависти к Украине, это договоренность между Путиным и Трампом. Трамп любой ценой, любым способом срывает сейчас выделение денег Украине, а Путин за это помогает своему корешу американскому снова стать президентом. Как может Путин Трампу помочь? Много есть способов. Например, за одну минуту придумал, если Путин вместе с еще одним закадычным другом Трампа, Мухаммедом бен Салманом, фактическим правителем Саудовской Аравии, в сентябре или в октябре резко сокращает отгрузку нефти на мировые рынки. Это повышает цену бензина в США сразу на несколько долларов за галлон. А для Америки бензин это такой самый базовый, самый основной продукт от цены, на который пляшут все остальные цены. Это, знаете, как хлеб, наверное. Это самый важный. Ценами на бензин там измеряется, в общем, благополучие Америки. И если цена резко взлетает на бензин вверх, то и инфляция вместе с этой ценой поднимается, и экономика американская сразу начинает падать, американцы в шоке и в ярости, предъявляют претензии Байдену, почему ему, потому что он президент, и Байден, и без того не очень популярный президент. И Трамп выходит к людям и говорит, смотрите, друзья мои, вот этот старый дурак не может договориться с саудитами и с Россией, а я могу, я за один день решу эту проблему, цены на бензин были как были, поэтому голосуйте за меня. Путин и Мухамбет бен Салман, это мои люди, я с ними там эту проблему решу. И все понимают, что он это решит, он действительно решит. Американцы бегом бегут голосовать за Трампа, он становится президентом, и, собственно, это вот и есть помощь, которую Путин может оказать Трампу. Это, пожалуйста, это всегда. И, опять же, есть наверняка еще какие-то шпионские дела, какой-то компромат, там какой-нибудь скандал, какой-нибудь теракт Россия может устроить под выборы. Мало ли чего еще у России, как видим, за убийством, в карман не полезет вообще без проблем. Организует все это Россия, если Трамп выполнит свою часть сделки, если он не допустит отправки американских денег и американского оружия в Украину. Поэтому Трамп сейчас костьми готов лечь, он готов Израиля на помойку выкинуть, но лишь бы только не позволить выделить Украине денег. Для него это вопрос политического выживания. Да и не только политического, потому что если Трамп не выигрывает выборы, то его, скорее, в тюрьму сажают. Поэтому, чтобы не сесть в тюрьму, на него там куча уголовных дел, чтобы не сесть в тюрьму, чтобы победить на выборах, Трамп сейчас будет облизывать Путину пятки. Он все сделает, лишь бы только не дать Украине получить эту помощь. Но тут, надо сказать, есть один момент. Джонсон, как я сказал, спикер Палаты представителей, может просто не ставить законом проекта на голосование, и он не будет принят, и на этом типа все закончится. Но в Конгрессе есть одно правило, которое называется discharge petition, то есть это как типа способ разрядки, наверное, можно передать. Это когда большинство конгрессменов хочет проголосовать за какой-то законопроект, а спикер не выставляет его на голосование. Если конгрессмены собирают подписи, больше половины Конгресса собирает подписи, и в этом случае они могут проголосовать законопроект даже без того, чтобы спикер ставил его на голосование. Сейчас вроде бы этот процесс запущен в американском Конгрессе, то есть в Палате представителей. Это очень сложная процедура, она геморройная, на много времени занимает и так далее, и очень тяжело будет убедить республиканцев подписать эту бумажку, а это необходимо, потому что у республиканцев большинство сейчас. Но есть мнение, что с помощью израильского лоббиш, с помощью вот этой недавней истории про размещенное в космосе российское ядерное оружие, с помощью, в конце концов, Мюнхенской конференции, с помощью выступления Юлии Навальной, которая только что потеряла мужа, и с помощью новостей с украинских фронтов все-таки получится пропихнуть эту историю через американский Конгресс, и в этом случае Украина получит американскую военную и финансовую помощь, что позволит стабилизировать фронт и начать отбивать свои территории, захваченные Россией ранее. Я, в общем, испытываю определенный оптимизм в этой области, но еще один, одна, так сказать, по один повод для оптимизма, это то, что на этой неделе в Европе появилась так называемая коалиция дронов, там Великобритания и, по-моему, Литва главенствуют в ней. Эта коалиция собирается поставлять миллионами западные дроны в Украину. Это очень хорошо, очень важно, и я надеюсь, что так оно и будет. Под конец хочу, конечно, принести соболезнования семье и близким Алексея Навального, который был сегодня убит в тюрьме по приказу Владимира Путина, и сказать, что обратиться ко всем людям, тем, кто хочет уничтожения режима Путина, жертвуйте деньги на вооруженные силы Украины. Это единственный реальный, реалистичный способ избавиться от Владимира Путина, от его режима. Не забывайте жертвовать, не забывайте помогать вооруженным силам Украины. Это самое лучшее, что мы можем все сейчас сделать для того, чтобы избавить мир от Путина и его банды. На этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Иван Яковин, до перебыва с вами сила и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ, Ось тут. Радио НВ, Ось тут.